12 января в 1722 году указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Какой исторический путь прошла прокуратура Карачаева-Черкесии? Какие задачи ставит перед собой современная прокуратура и каковы приоритетные направления прокурорской деятельности? На эти вопросы нашему корреспонденту Белле Джозаевой сегодня в свой профессиональный праздник ответит старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Добрый день всем. Добрый день, Радмир Казбекович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Сегодня день работника прокуратуры. Желаю вам успехов в вашей работе и хочу вас спросить, какой исторический путь прошла прокуратура Карачаева-Черкесии? Вначале мне хотелось бы отметить, что история органов прокуратуры тесно взаимосвязана с историей Российской Федерации. И берет свое начало с петровских времен, 1722 года, и пройдя путь более трех веков, и на сегодняшний день осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства, поддерживает государственное обвинение, проводит борьбу с преступностью. И, будучи прокуратурой Карачаева-Черкесской Республики, являясь единой централизованной системой органов Российской Федерации, успешно справляется с поставленными перед органами прокуратуры Российской Федерации задачами. Символично отметить, что именно 1922 года прошло первое совещание, которое было посвящено борьбе с преступностью прокуратуры Карачаева-Черкесской автономной области. На сегодняшний день любой гражданин, который считает, что его права нарушены, ущемлены, в любое время может обратиться в органы прокуратуры Карачаева-Черкесской Республики. Для этого созданы все условия, специальные приемные, телефоны доверия, интернет-порталы. А скажите, пожалуйста, а какие первостепенные задачи ставит перед собой современная прокуратура? Вы знаете, в принципе, с момента основания органов прокуратуры, организации, реорганизации, основные полномочия органов прокуратуры, в принципе, за 300 лет и не изменились. Это, безусловно, законность, как основной институт защиты прав, законных интересов граждан. В чем заключаются основные приоритетные направления прокурорской деятельности? Как приоритетные направления прокурорской деятельности я могу выделить на сегодняшний день это противодействие терроризму, экстремизму, надзор за исполнением такого законодательства, как правоохранное законодательство, лесного законодательства. Необходимо также отметить, что надзор за реализацией национальных проектов, защитой прав субъектов предпринимательской деятельности. И отдельно хотел бы отметить, что это надзор за исполнение законодательства о противодействии коррупции. Все целое хочу сказать, что на решении задач противодействия коррупции проводится совместно с такими контролирующими органами, как Роскомнадзор, Росфиннадзор, Банком России. Радмир Казбекович, в этот праздничный день что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Вы знаете, хотелось бы отметить, что я никогда не стоял перед выбором именно профессии. Хочу пояснить, что я юрист четвертом поколении, и меня никогда ничто не превращало, как работа именно в правоохранительных органах и именно в прокуратуре. Я уже более 20 лет работаю в органах прокуратуры, поэтому я никогда не стоял перед выбором. И в этот прекрасный день я хочу пожелать, пользуясь случаем, первоначально хотелось бы мне пожелать, поздравить наших ветеранов органов прокуратуры, которые безусловно, на опыте которых выросло не одно поколение прокуроров. Именно они прививали прокурорам те принципы самоотверженной работы во благо государства российского. Желаем крепкого здоровья и благополучия. Ну а в праздничный день действующим работникам, своим коллегам я желаю также здоровья, успехов в работе, выдержки, самоотверженности и внутренней гармонии. С праздником, коллеги! Ну что же, я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе, еще раз поздравляю с профессиональным праздником. Пусть вам сопутствует удача. Спасибо вам.